Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. И сегодня я покажу, как сделать очень вкусный куриный бульон. Бульон у нас не обычный, а самый вкусный на свете, я вам точно говорю. Называть мы его будем консоме, потому что рецепт я подсмотрела в ресторане. Для бульона нам понадобится одна целая курица или куриные бедра плюс куриные крылья. Почему так? Потому что там много костей, а кости для бульона самое главное. Вода, корень имбиря, чеснок, морковь и репчатый лук. Берем нашу курочку, те части, которые мы используем. У меня здесь были куриные бедра и куриные крылья. Складываем это все в кастрюлю и заливаем холодной водой. Вода должна быть или фильтрованная, или бутилированная. Пожалуйста, не используйте воду из-под крана, она невкусная. Ставим кастрюлю на плиту, солим и доводим все это дело до кипения. Не забываем снимать пену. И пока курочка у нас варится, мы с вами подготовим овощи. Вообще, для бульона можно использовать абсолютно любые овощи, какие вам нравятся или какие залежались у вас в холодильнике. Я взяла лук, порей, у меня просто были остатки. Корень имбиря и репчатый лук. Ах да, и еще морковку, конечно же. Овощи и коренья, которые мы используем, нам нужно просто хорошенько помыть и очистить от кожуры. Резать на кусочки не обязательно. Но только, например, если морковь у вас слишком крупная, ее можно порезать на 2 или на 3 части. Ну, просто для того, чтобы она быстрее сварилась. Итак, смотрим, суп у нас уже закипает. Мы обязательно снимаем пенку. В процессе за этим нужно следить, чтобы бульон у нас получился прозрачным. Суп должен покипеть примерно 30 минут, после чего можно добавлять в него овощи и коренья. Отправляем прям целиком. Коренья для бульона тоже можно использовать практически любые. Мы здесь взяли с вами корень имбиря, это не совсем привычный ингредиент для бульона. Но отлично подойдет, например, и корень сельдерея. Итак, после того, как мы положили коренья и овощи, суп нужно поварить примерно 3-4 часа. После этого вынимаем все ингредиенты и обязательно процеживаем бульон. Вообще, если заморочиться, его нужно процедить несколько раз, положить в него взбитый белок, чтобы бульон стал прозрачным. Но мне кажется, что бульон и так получается красивым. Не хочу больше заморачиваться, тем более, что мы готовим для дома. Вот, посмотрите, какой красивый бульон у нас получился. Бульон нужно хранить от курочки отдельно для того, чтобы он оставался красивым и прозрачным. Приятного вам аппетита! Жду ваши лайки, комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал.